Итак, мы продолжаем. И тема, которой мы будем заниматься сейчас, это движение в центрально-симметричном поле. Значит, что подразумевается под термином центрально-симметричное поле? Фактически мы говорим, что потенциал нашей системы выглядит следующим образом. Его зависимость от R на самом деле выражается в зависимости только от модуля R. И он не зависит от угловых перемен. Что это означает с точки зрения решения уравнения Шрёдингера? Это означает, что мы можем кардинально упростить себе жизнь и, соответственно, решение задачи. Потому что фактически при решении уравнения мы сможем опять произвести разделение перемен. То есть разделить радиальную переменную и угловые. В связи с этим, всё, что мы будем делать дальше, будет происходить в сферических координатах, а не в декартовых. Вот именно исходя из того, что угловая часть уравнения Шрёдингера имеет своё особое решение и может быть отделена от радиальной. Давайте запишем в общем виде уравнение Шрёдингера. Это и есть минус H квадрат на лапласиан, делённое на 2m, значит, плюс V от R, где R — это уже модуль радиус-вектора. Лапласиан, естественно, это тоже оператор. Оператор лапласа в сферических координатах. Ну, я не буду полностью выписывать его вид, я напишу только радиальную часть подробно. Может быть представлен в виде оператор лапласа, действующий на функцию Пси. Это есть единица на R, D2, PDR дважды от произведения R на Пси, плюс единица на R в квадрате на угловую часть оператора лапласа на саму функцию. Вот угловая часть оператора лапласа имеет достаточно сложный вид. Я сейчас её не буду писать, потому что мы просто это не будем использовать. В справочной части задачника она представлена. Но для нас главным является то, что мы разделили фактически переменные. И тогда наш оператор H приобретает следующий вид. Минус H квадрат на 2M радиальная часть оператора лапласа, плюс V от R, тоже зависящий только от R, то есть от модуля радиус-вектора. И, соответственно, минус H квадрат на 2M, R в квадрате, R в квадрате у нас появляется отсюда, на угловую часть оператора лапласа. И теперь нам удобно вспомнить, что когда-то мы с вами определяли оператор количества движений, оператор L, как векторное произведение оператора R на P. И, соответственно, у нас фигурировал оператор квадрата момента количества движения или момента импульса, который мы с самого начала записали в виде минус H квадрат на угловую часть оператора лапласа в сферических координатах. То есть если мы сравним эти две формулы, мы увидим, что на самом деле здесь у нас стоит ничто иное, как оператор L в квадрате. И Гамильтониан может быть записан теперь в таком виде, минус H квадрат. Радиальная часть оператора лапласа плюс V от R плюс L квадрат, как оператор, на 2mR в квадрате. Значит, обратите внимание на изменение знака, потому что здесь стоит минус H квадрат. Оператор L зависит от угловых переменных и не зависит от радиальной. Ну и отсюда становится очевидным, что оператор L коммутирует с оператором H. То есть если вы попытаетесь рассчитать вот этот коммутатор, вы легко убедитесь, что он равен нулю. Ну и поскольку мы знаем, что оператор LZ коммутирует с оператором L квадрат, также можно написать, что оператор H коммутирует с оператором LZ. Мы получили очень важный результат. Мы получили, что операторы H, L квадрат и LZ коммутируют друг с другом. И, следовательно, они имеют общий набор собственных функций. И, следовательно, в стационарных состояниях, которые являются решениями стационарного уравнения Шрёдингера для вот такой сферической системы, мы можем точно определить не только значение энергии, как обычно, как мы делали для одномерных систем, но еще и операторов L квадрат и оператора LZ. То есть мы точно можем измерить три величины. Энергия, L квадрат и LZ. Фактически это означает, что в соответствии с классической механикой, оператор момента количества движения является интегралом движения вот для такой системы. То есть он сохраняется. И для системы, которая является изотропной, это абсолютно логично. Далее давайте попробуем посмотреть, что же следует вот из такого вида. Значит, если мы произведем разделение переменных, и мы обнаружим, что у нас задачи разделяются на две части, то есть мы можем записать волновую функцию от r θ φ как произведение радиальной части r большое от r на угловую часть y θ φ. Но из курса методов математической физики, а также из того, что мы говорили на одном из первых семинаров, посвященных квантовой механике, вы уже, в общем-то, должны знать, что собственными функциями оператора L квадрат являются сферические функции от θ и φ, а собственными значениями этого оператора является вот такая величина h квадрат L умножить на L плюс 1, где L — это индекс сферической функции. Ну а сами сферические функции, они в общем виде записываются таким образом. Это есть присоединенные полиномы Лежандра от cos θ на экспоненты в степени i m φ с точностью донормировки. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту экспоненту. Помните, мы когда-то давно на первом семинаре, посвященном квантовой механике, мы искали собственные функции оператора LZ. Вот это есть не что иное, как собственная функция оператора LZ с точностью донормировки. Поэтому собственные функции оператора L2 также будут являться собственными функциями оператора LZ. Какие значения могут принимать L и M? Ну а L, формально говоря, не ограничены. 0, 1, 2, 3 и так далее. А M принимает значения от минус L до L. То есть 0 плюс минус 1 плюс минус 2 плюс минус L. Таким образом, каждому значению L соответствует 2L плюс 1 значение M. Поэтому обычно принято говорить, что кратность вырождения таких состояний равна 2L плюс 1. Почему я сразу говорю про кратность вырождения? Потому что в нашем уравнении Шрёдингера L еще как-то может появиться за счет собственных значений оператора L2. То M у нас никак не появляется, это очевидно. И поэтому те решения, которые мы получим, они не будут зависеть от M. И они будут определяться только каким-то радиальным квантовым числом и, соответственно, квантовым числом L, соответствующим значению квадрата орбитального момента. На самом деле, конечно, то, что я сейчас сказала, что у нас есть вырождение, связанное со значениями M, это не совсем корректно, потому что мы можем учесть какие-то более тонкие взаимодействия. Мы можем рассматривать нашу систему, помещенную во внешние поля. Тогда зависимость от M может проявляться. Но пока мы говорим только о том, что у нас есть какой-то конкретный потенциал, зависящий от R, и у нас система является изолированной, то есть она ни с чем не взаимодействует. Поэтому у любой такой изолированной квантово-механической системы, взаимодействие в которой описывается центрально-симметричным потенциалом, мы должны получать, что каждому значению энергии будет соответствовать 2L плюс единица состояния. И физический смысл вот этих вот состояний, это на самом деле проекция вектора L на ось Z, то есть возможные наборы проекций. Кстати, когда мы начинаем говорить о значениях проекций, ну вот о возможных проекциях, хочется обратить ваше внимание на одну ошибку, которую в последнее время часто делают на экзаменах и на зачетах. Выглядит она следующим образом. Вот когда обсуждаются вопросы, связанные с многоэлектронными атомами, часто рисуют вот такую картинку. Что имеется в виду под этой картинкой? На самом деле здесь нарисованы различные варианты вектора L, как он выглядит. Вот в этой картинке есть одна грубая ошибка. Сейчас давайте попробуем понять, в чем она заключается. Прежде всего, когда мы говорим о направлении вектора или в пространстве, мы должны понимать, что у нас строго определена только его проекция на ось Z, если мы говорим о стационарных состояниях. То есть мы знаем длину вектора и его проекцию на ось Z. Ну, например, вот у нас есть возможная проекция на ось Z, вот какая-то такая или вот такая. Что мы можем сказать о его проекции на ось X? На самом деле ничего. Ну, или мы можем сказать, что среднее значение проекции оператора LX будет равно 0. То есть среднее значение проекции оператора L на ось Z будет просто-напросто равно 0. Почему? Потому что мы знаем, что операторы LZ и LX не коммутируют. И, следовательно, в одном и том же состоянии мы не можем одновременно знать точно проекции LZ и LX. То же самое можно сказать про проекцию LY. Поэтому, фактически, когда мы говорим о направлении вектора Z, мы не знаем о том, как он реально ориентирован в пространстве. Мы только знаем, что его проекция на ось Z имеет какое-то конечное значение. А сам по себе вектор L может быть направлен совершенно произвольным образом. То есть значение его проекции на ось X, Y могут быть произвольны. Ну а среднее значение этих проекций просто обращается в ноту. Поэтому, когда рисуется такая картинка, действительно, акцентируется внимание на том, что есть только одна выделенная ось Z. И мы знаем значение проекции вектора L на эту ось. Но вот конкретно та картинка, которую нарисовал, содержит довольно грубую ошибку. То есть вот когда вы рисуете картинку вот так, нет проблем. Когда вы рисуете вектор L так, тоже нет проблем. Проблемы возникают, когда вы пытаетесь его нарисовать вот так или так. То есть вертикально вверх или вертикально вниз. Почему? Потому что давайте вспомним, какие у нас собственные значения оператора L квадрата. Это H квадрат L на L плюс единица. Соответственно, длина вектора L – это есть не что иное, как H на корень из L на L плюс единица. Что мы можем сказать о значении проекции вектора L на ось Z? Это есть собственное значение оператора LZ, или, как мы знаем, это есть HM. M может принимать значение от минус L до L, поэтому максимальное значение проекции равно L. Ну а теперь нужно сравнить эти две величины. И сравнение становится очевидным, что они оказываются равны друг другу только в пределе очень больших L. То есть при тех L, которые рассматриваются в наших задачах, 1, 2, 3, они друг другу не равны. И рисовать картинку вот таким образом нельзя. Более того, при очень больших L – это фактически тот случай. То есть при L много больших единицы. У нас действительно мы можем считать, что вектор L направлен вертикально вверх и совпадает с направлением оси Z. А электрон при этом движется по аналогу круговой орбиты. И все это фактически является предельным переходом к полуклассическому рассмотрению, то есть к модели атома Бора. Ну или аналогом этой модели. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, когда вы пытаетесь нарисовать, когда вы используете вот подобные картинки. Хорошо. Значит, еще раз подчеркну, что выражение, которое я здесь написала, G равно 2L плюс единица является универсальным и справедливо для любого центрально-симметричного потенциала. Однако конкретный вид потенциала может вносить дополнительное вырождение. И именно это мы сегодня увидим, когда будем анализировать уровни атома водорода. То есть поведение электрона в кулоновском потенциале. Ну, давайте решим простую задачу. В вашем задачнике в разделе 9, посвященном как раз центрально-симметричному потенциалу, есть ряд задач, в которых вам предлагается проанализировать возможные уровни энергии для сферически-симметричных систем, аналогов тем, которые мы рассматривали в одномерном случае. То есть потенциальной ямы и гармонического осциллятора. Ну, начнем с потенциальной ямы, потому что гармонический осциллятор делается точно так же. Обычно условие задачи звучит следующим образом. Вам предлагается рассмотреть прямоугольную сферически-симметричную потенциальную яму. Ну, прежде всего, иногда это вызывает смех, это условие, потому что как может быть сферически-симметричная яма прямоугольной? На самом деле, все достаточно логично, потому что сферическая симметрия, это означает, что у нас по всем направлениям все одинаково в пространстве. То есть мы говорим о том, что у нас нет выделенного направления. А прямоугольность ямы имеется в виду следующая, что потенциал имеет вот такой вот вид в зависимости от радиуса. То есть при каком-то значении R нулевое потенциал резко спадает до нуля. И вот именно это имеется в виду, что это прямоугольные потенциальные ямы. Значит, по осям у меня здесь отложен V от R. Значит, это какое-то минимальное значение V нулевое. И, соответственно, ноль. Ну, формально, конечно, я не совсем права. Здесь лучше вот эту линию не рисовать. Потому что R у нас принимает значение от нуля до бесконечности и не может быть отрицательным по определению модуля радиуса векторов. Хорошо. Значит, если у нас потенциальная яма, то в этой области, в области 1, потенциал равен нулю. Во второй области потенциал равен V нулевой, равен констате. Но вторую область я рассматривать не буду. Я рассмотрю только первую область, потому что именно в ней могут возникать состояния. Значит, для нее, каким у нас будет гамильтониан? У меня будет вот эта вот зависимость с радиальной частью оператора Лапласа. Потенциал у меня будет равен нулю. А вот эта слагаемая, она у меня обратится в ноль по условию задачи, потому что обычно такие задачи принято рассматривать для так называемых S-состояний. То есть для тех, у которых L равно нулю. Мы сегодня чуть позднее проговорим вот это правило обозначения таких состояний. Сейчас я просто не буду на этом останавливаться. Значит, S-состояние это L равно нулю, поэтому вот эта слагаемая у нас тоже уходит. Таким образом, для первой области уравнение Шрёдингера у меня принимает вид. Давайте я уже H здесь не буду писать, я просто сразу буду записывать тот вид операторов, который у меня есть. Значит, H квадрат на 2M. Дальше я должна воспользоваться вот этим выражением. Это есть радиальная часть оператора Лапласа. Я уже сразу пишу прямые производные, потому что у меня нет угловой зависимости, то есть я понимаю, что ее здесь нет. У меня изотрупный случай. Я ищу решение только для радиальной части функции. Значит, потенциал 0, вот это слагаемое тоже 0, и в результате все это равно E от R. Я могу... Да, прошу прощения, здесь я забыла, конечно, R подставить. То есть вот так вот у меня будет. Давайте я напишу поаккуратнее. Значит, вторую производную мы берем от произведения радиальной функции на R, на радиус-вектор. Ну, в принципе, мы можем умножить на 2M на H в квадрате. Можем этого не делать. Здесь более важно умножить на R это выражение. И если мы это сделаем, здесь R сократится, а здесь R появится. И тогда мне будет удобно перейти к другой функции, которую я назову U от R, и она будет равна R умножить на R большое от R. И я получу следующее выражение. Минус H квадрат на 2M D2U PDR дважды равно EU. Это выражение в точности совпадает с уравнением, которое мы писали для одномерной потенциальной ямы. И единственное отличие заключается в том, что здесь у нас R принимает значение больше либо равно нулю. То есть у нас вот состояние, для которых R меньше нуля невозможно. И следовательно, фактически у нас здесь появляется бесконечная высокая стенка. А теперь нужно вспомнить, что мы делали, когда решали такую задачу для асимметричной ямы. Ну то есть, в принципе, мы, конечно, можем расписать все это честно и решить аккуратно. Но мы помним, что у нас уже была такая задача. Мы имели вот такую асимметричную яму, и у нас была зависимость от X. И тогда мы с вами пришли к выводу, что волновые функции, которые соответствуют состояниям такой ямы, можно получить при рассмотрении ямы в два раза шире. Но при этом нам придется исключить все решения, которые соответствуют четным состояниям. Потому что вот в этой точке, в нуле, наша волновая функция должна обращаться в ноль, следовательно, она должна быть нечетной. И мы тогда пришли к выводу, что у нас здесь получаются синусы, ну такие вот синусы, когда у нас есть еще волновая функция, заходит в эту классически запрещенную область. И более того, мы тогда с вами определили условия, при котором возможно существование хотя бы одного уровня в подобной яме. Мы исходили из того, что вот в этой широкой яме у нас условием для существования хотя бы одного уровня является вот такое неравенство, где осозвездочка – это ширина большой ямы. И отсюда у нас автоматически получалось, что для вот этой ямы, которая в два раза уже, у нас будет условие аналогичное. мы получали 8МВ0А в квадрате, деленное на А в квадрате, больше либо равно Пи в квадрате. Ну то есть что я сделал? Я просто вместо А со звездочкой подставила А, которое равно половине этой величины. Ну и получается, что точно такое же условие у нас действует именно для вот нашей сферически симметричной ямы. Единственная тонкость, что в данном случае нам надо еще не забыть, что реальные решения, которые мы потенциально могли бы получить, они у нас будут получены с учетом вот этого соотношения. То есть они будут пропорциональны единице на Р на У от Р. Ну а, соответственно, У от Р – это есть вот эта вот функция, которую мы можем получить из решения той задачи. На самом деле, если помните, мы, конечно же, аналитически это не получали, но мы помним, что это синус, а здесь у нас экспоненты. То есть, в принципе, такая задача вполне может быть решена, отчислена, надо только не забыть все необходимые коэффициенты. Значит, что мы в итоге, какой вывод в итоге мы можем сделать? Мы можем сделать вывод, что когда у нас яма трехмерная, в ней не обязательно существует хотя бы одно состояние, и яма может оказаться такой мелкой, что как бы частица не может быть ею удержана. Это на самом деле довольно важный вывод. В одномерном случае, как мы уже говорили, ничего подобного нет, и там единственное состояние, связанное, существует всегда. Полностью аналогичным образом можно сделать задачу для гармонического осциллятора, но единственная тонкость, что опять для S-состояния, то есть для состояния, при которых L у нас равно нулю. Я с вашего разрешения это делать не буду, но очень советую это сделать, потому что это такая хорошая проверка. Там будет чуть-чуть посложнее уравнение Шлёдингера, потому что там потенциал не обращается в ноль, но вы легко получите аналог одномерного уравнения Шлёдингера, решение которого вы на самом деле уже знаете. Ну, и ещё из как бы вопросов, которые могут возникать при анализе сферически симметричных систем, и в частности гармонического осциллятора трёхмерного, это задание уровня такого. Вам, например, сказано, что волновая функция гармонического осциллятора в каком-то состоянии имеет следующий вид а, х, у, экспонента в степени минус r квадрат на 2а в квадрате. Сейчас я проверю, уточню, какое конкретно это задание, потому что таких задач довольно много. Значит, 9.12 это задание. И от вас требуется, скажем, определить, какое значение оператора, да, какие значения энергии квадрата момента и проекции момента на ось z можно измерить в таком состоянии. Если бы нас просили определить состояние, связанное с декартовыми координатами, вроде бы было бы достаточно логично. Вот у нас есть возбуждение по оси х, возбуждение по оси у. но здесь нас просят именно исходить из того, что у нас сферическая система координат. Поэтому для того, чтобы ответить на вопрос задачи, нам нужно поступить следующим образом. Мы должны вспомнить, что х это есть не что иное, как синус тета, ну, точнее, давайте строго напишем, это есть р на синус тета косинус фи, а у это есть р синус тета синус фи. Подставляя эти выражения в нашу волновую функцию, мы получаем а, р в квадрате, синус квадрат тета, синус фи на косинус фи. Ну, естественно, на экспонента в степени минус 2р квадрат, так, минус r квадрат на 2а в квадрате. Ну, выражение вроде бы неприятное, но на самом деле, прежде всего, вот это есть не что иное, как синус двойного угла, то есть синус 2х фи. И тогда, если посмотреть в справочном материале задачника, можно увидеть, что это, вот, все вот это, это есть не что иное, как суперпозиция волновых сферических функций вида y2 плюс 2 и y2 минус 2. Ну, и тогда становится понятно, какие значения операторов, ну, и перечисленных, мы можем измерить. Значит, соответственно, про оператор квадрата орбитального момента мы можем сказать, что l у нас здесь, l маленькая, равно двойке, поэтому среднее значение l квадрата это есть не что иное, как h в квадрате умножить на 2 умножить на 3, то есть 6h квадрат. Будьте, пожалуйста, осторожны, очень хочется сказать, что это вроде бы l квадрат, нет, значит, это именно 6h квадрат. А что касается значения lz, мы с вами уже этим занимались один раз, значит, мы можем измерить значение lz равное плюс-минус 2h, потому что собственное значение этого оператора это есть mh, но при этом среднее значение, когда вы все аккуратно распишите, вы увидите, что оно просто-напросто обращается в ноль, потому что весовые коэффициенты у вас будут одинаковы, как для этой функции, так и для этой. Хорошо, значит, на этом останавливаемся и продолжим более детально исследовать атом водорода. Итак, приступим к рассмотрению системы, которая чрезвычайно важна для атомной физики это атом водорода. Ну, или более строго говоря, то, что мы будем рассматривать, это водородоподобный ион, когда у нас есть ядро, его заряд равен плюс ze, и вокруг ядра, ну, назовем так, вращается, хотя с точки зрения квантовой механики это не совсем корректная формулировка, так вот, есть электрон с отрицательным зарядом минус e. Значит, мы с вами написали гамильтониан системы, находящейся в центрально-симметричном поле в общем виде, и теперь можем его расписать для атома водорода. Ну, прежде всего, v от r у нас будет равно, вот исходя из моего рисунка, это будет минус ze квадрат на r. Обратите, пожалуйста, внимание на этот минус. Минус означает, что у нас энергия взаимодействия между электроном, который является отрицательно заряженным, и ядром, который является положительно заряженным, отрицательно, то есть эти два объекта притягиваются друг к другу. Если бы у нас заряды были одинаковые, то у нас бы, естественно, был знак плюс. То есть вот не забывайте, пожалуйста, указывать там, когда вы пишете формулы, обязательно не забывайте про этот минус. Именно благодаря тому, что это энергия притяжения, что потенциал притягивающий, у нас возможно существование связанных состояний. В противном случае их бы не было. Далее. Мы с вами уже знаем вот эту формулу, то есть мы знаем, что собственные функции оператора L квадрат это и есть сферические функции, а собственные значения это вот L. Когда мы произвели разделение переменных, то в результате наш гамильтониан можно записать в следующем видео. Значит, минус H квадрат на 2M оператор, радиальная часть оператора Лапласа минус ZE квадрат на R и соответственно, с учетом того, что у нас есть что оператор L квадрат коммутирует с гамильтонианом и в стационарных состояниях он будет принимать совершенно конкретное значение, мы можем написать H квадрат L на L плюс единица деленное на 2M R квадрат фактически вот эти два слагаемых мы теперь можем рассматривать как некий эффективный потенциал, в котором движется электрон. И если мы нарисуем зависимость этого потенциала от R, то она будет иметь примерно следующий вид. Значит, я заранее извиняюсь за не совсем аккуратный рисунок. Опять-таки, как обычно, я говорю, очень желательно посмотреть учебник и самостоятельно построить. Значит, по оси X у меня, ну, по оси абсцисс у меня отложен R, а по оси ординат вот как раз этот эффективный потенциал. Значит, если у нас потенциал чисто куломовский, то есть добавки нет, а это реализуется в каком случае? Когда L равно нулю. То его вид вот такой. Если же мы берем ненулевые значения L, то этот потенциал приобретает вот такой вот вид. Ну и так далее. Значит, это L равно 1, это L равно 2. То есть с увеличением L у нас усиливается отталкивание электрона от ядра. Ну, точнее, появляется дополнительная отталкивающая часть, которая не позволяет электрону приближаться к ядру. Фактически, это центробежная как бы часть, и вот именно она описывается вот этим выражением. Очень часто его называют центробежным потенциалом. Вот это уравнение может быть решено точно для случая кулоновского потенциала. И решение такого уравнения для радиальных функций имеет достаточно такой сложный вид, но, в общем-то, вполне приемлемый для анализа. Радиальные функции оказываются зависящими от некоего главного квантового числа. Я чуть попозже объясню, что это такое. И они записываются в виде некоей нормировочной постоянной, также зависящей от двух квантовых чисел n и l, r в степени l, полином, это полином, называется полиномом Легера, вот с такими индексами. Давайте напишем строго, хотя сейчас это еще рановато. n, r. Сейчас, r, а нулевое, конечно. То есть переменная, от которой зависит полином Легера, выглядит вот таким образом. На экспоненту в степени z, r, деленное на n, а нулевое. Мы чуть попозже, более детально обсудим вид этих функций. И, соответственно, им будут соответствовать значение энергии n, равное минус z квадрат n квадрат на Риддберг. Удивительная вещь. Точное квантово-механическое рассмотрение вот такой системы, то есть точное решение уравнения Шрёдингера, позволяет нам получить то же самое результат, то есть тот же самое значение энергии, которое мы получали для модели Бора, которое основано на таком полуклассическом описании системы. Единственная тонкость. Вот в модели Бора это n, это порядковый номер орбиты. На самом деле, в квантово-механическом описании здесь у нас стоит более сложная величина. это есть nr плюс l плюс единица. Что такое nr? nr — это так называемое радиальное квантовое число, которое нам на самом деле, которое, как вы видите, из этой формулы, оно стоит здесь, и оно нам фактически описывает, какое количество узлов имеет волновая функция, то есть в каком количестве точек она обращается в ноль. Как вы видите, если мы подставим вот это выражение сюда, то получается, что энергия формально зависит от эль. Но в реальности она зависит одновременно от радиального квантового числа и от орбитального момента, и поэтому она, получается, зависит только от одного главного квантового числа. Таким образом, мы получаем, что у нас уровни энергии вырождаются дополнительно по сравнению с обычным вырождением, которое есть в центрально-симметричном поле. То есть получается, что значения энергии, которые мы получаем, они не зависят от эль. и это вот очень важный результат и важная особенность кулоновского поля. Иногда это называют случайным вырождением. Хотя на самом деле ничего случайного в этом нет. Опять-таки, вот из этой формулы становится очевидным, какие значения могут принимать эти квантовые числа. Ну, давайте посмотрим. Значит, н, р может меняться от нуля, принимать значения 0, 1 и так далее. Поэтому эль может принимать уже не все возможные значения, а 0, 1, но до н минус единицы. Значит, в случае эль равное н минус единицы соответствует н, р равное нулю, то есть минимальному значению н, р. То есть мы получаем, что у нас теперь количество возможных значений эль у нас является ограниченным. Ну и вот давайте попробуем нарисовать структуру уровней или, как говорят, спектр атома водорода. Мы, в принципе, его рисовали, вот когда говорили про модель Бора, но сейчас я специально не стираю выражение для радиальных функций, оно нам еще понадобится. Так вот, но сейчас у нас картинка несколько изменится, и мы увидим некоторые принципиальные отличия. Итак, я по вертикальной оси откладываю энергию, как и раньше, но теперь у меня есть горизонтальная ось, по которой я на самом деле могу уже отложить радиус. это сейчас будет несколько схематично, но в принципе это уже оправдано. Мы потом поймем, почему здесь уже можно говорить о каком-то расстоянии от ядра. Итак, сначала мы рассмотрим основное состояние. это основное состояние атома водорода. z у нас равно единице, n равно единице, это просто минус ридберг, как вы уже в принципе хорошо знаете. Следующее состояние будет ридберг на 4, следующее будет минус ридберг на 9, ну и соответственно минус ридберг на 16. Раньше, когда я говорила про модель Бора, я рисовала просто прямые линии. Сейчас я рисую фрагменты этих линий, потому что на самом деле все это разные состояния. значит вот эта первая группа состояний ближайшая к оси ординат она имеет значение l равное нулю их принято называть s состоянием. Следующее имеет l равное единице их принято называть p состоянием. далее идут d состояния это l равное двойке ну и далее f состояние l равное тройке дальше можно следовать буквам латинского алфавита. Значит смотрите вот уровни энергии соответствующие разным состояниям но при этом имеющим одно и то же квантовое число n они лежат они одинаковы то есть энергия таких состояний совпадает а вот реально там оказывается значительно больше состояний и число таких состояний определяется кратностью вырождения значит мы знаем что кратность вырождения в общем случае это есть 2l плюс единица однако в нашем случае в случае кулоновского поля мы должны учесть что на самом деле вот эта вот величина не определяет энергию ну точнее l не определяет энергию и фактически энергия зависит только от n поэтому чтобы найти кратность вырождения уровня в кулоновском поле мы должны поступить следующим образом мы должны просуммировать от 0 до n минус единицы вот эту сумму 2l плюс единица по всем значениям l и если это аккуратно сделать вы получите довольно простое выражение то есть n в квадрате что это означает ну вот давайте попробуем аккуратно расписать итак g1 n в квадрате это единица это логично s состояние оно имеет кратность вырождения равна единице у нас у нас не у нас l равно 1 и m равно 1 и m равно 0 прошу прощения я оговорилась n равные двойки для для s состояния для s состояния когда у нас l равно нулю и соответственно m равно нулю кратность вырождения тоже будет равна единице а кратность вырождения вот этого состояния здесь мы уже имеем l равна единице и следовательно у нас получается что для такого состояния у нас кратность вырождения уже равна 3 соответственно полная кратность вырождения уровня n равная 2 получается 1 плюс 3 это 4 это в общем-то и есть тот самый n квадрат как вы видите то есть получается что мы набираем кратность вырождения из разных состояний для s она единица для p она тройка какой она будет для d ну понятно что при d значение оператора значение орбитального момента это 3 l равно l равно 2 прошу прощения значит вот у нас эта величина и следовательно кратность вырождения равна 5 поэтому для уровня энергии с n равным 3 мы получим 1 плюс 3 плюс 5 это есть 8 на самом деле числа очень полезные полезно их как бы запоминать но здесь есть один момент на следующем буквально на следующем семинаре мы будем обсуждать с пином мы поймем что на самом деле у нас есть определенные тонкости и фактически вот эту кратность вырождения нужно еще умножить на 2 в соответствии с кратностью вырождения для каждого спина простите я здесь ошиблась здесь конечно 9 а не 8 1 плюс 3 плюс 5 это 9 хорошо теперь перейдем к вопросу о том хотя давайте еще напоследок зафиксируем все-таки вот систематику обозначений значит я коротко уже все это озвучила но давайте просто более четко запишем итак состояние с n равным единицы в нем l равно нулю и такое состояние принято обозначать 1s состояние значит мы буквы s обозначаем вот s p d и так далее состояние то есть орбитальный момент в данном случае фиксируем l равный нулю а единица соответствует квартовому числу n при n равном двойке у нас l может принимать значения 0 и 1 и соответственно состояние с такими квантовыми числами могут быть 2s 2p значит вот это у нас 2s состояние это 2p состояние при n равном тройке l может принимать значение 0 1 2 и у нас получается 3s 3s 3p 3d состояние ну и так далее значит это вот стандартная система обозначений позднее мы несколько ее усложним будем добавлять квант другие квантовые числа но сейчас нам этого совершенно достаточно я предлагаю сделать ряд задачек которые фактически являются устными но просто чтобы вы поняли какого рода задачи встречаются при вот исследовании атома водорода ну например мне нужно ответить на вопрос стационарное состояние электронного атома водорода характеризуется волновой функции фи n l mt с квантовыми числами n 3 l 2 m 2 какие величины принимают в этом состоянии точные значения чему они равны ну на самом деле ответ абсолютно очевиден исходя из того что мы говорили мы можем в этом состоянии точно измерить энергию она определяется вот по этой формуле то есть она будет у нас равна минус ритберг на 9 орбитальный момент ну точнее квадрат орбитального момента который равен 6 h квадрате мы уже это помним и соответственно проекция орбитального момента на ось z которая равна 2h то есть вот как бы совершенно устный и совсем не сложный вариант ответа энергия электрона в ионе гели плюс равна минус ритберг энергия равна минус ритберг какими могут быть значения орбитального квантового числа l ну на самом деле ответ тоже очевиден единственное тут надо чуть-чуть задуматься то есть здесь сказано что это ион гелия следовательно z равно двойки то есть обратите внимание вот такого рода задания они могут быть задаваться могут задаваться на для любого водорода подобного иона то есть как мы говорили заряд ими зарядки ядра равен z а вокруг него вращается один электрон то есть если у вас здесь не будет сказано что это ион задача сильно усложняется и мы это увидим когда будем обсуждать атом гелия итак z равно двойки энергия равна ритм минус ритберг поэтому что это что мы должны получить чтобы получить минус ритберг мы должны записать 2 в квадрате на n в квадрате на ритберг равно минус ритберг ну и отсюда со всей очевидностью n равно 2 какое значение l при этом может быть максимально возможно но опять-таки очевидно что и при этом принимает значение от нуля до единицы и поэтому мы получаем просто-напросто максимальное значение l равно единица ну вот такого рода задачи они являются абсолютно устными еще пример такого рода задач это когда у нас есть волновая функция представленная виде суперпозиции какие какого-то числа волновых функций являющихся решениями вот наши задачи ну например альфа пси ну скажем давайте возьмем 1 0 0 плюс бета пси 2 1 0 плюс гамма пси 2 1 1 вас спрашивают какое значение полной энергии системы можно измерить в такое состояние описываемое вот такими волновыми функциями чему равно среднее значение ну точнее какое значение l квадрат можно иметь измерить какие значения lz можно измерить и чему равны средние значения этих величин ну на самом деле опять таки все это достаточно очевидные вещи в каждом из этих состояний можно точно измерить значение соответствующее вот этим квантовым числам если у нас волновая функция задана как 1 0 0 это означает что у нас n равно единице l равно нулю m равно нулю соответственно энергия такого состояния если речь идет об атоме водорода это естественно минус ридберг орбиталь оператор l квадрат принимает значение 0 и оператор lz принимает значение 0 здесь n равно двойке l равно единице m равно нулю аналогичным образом вы уже в состоянии сделать это сами и наконец здесь n равно двойке l равно единице m равно единице опять таки результат очевиден ну и для того чтобы найти среднее значение ну например среднее значение энергии что вам нужно сделать вам нужно взять альфа квадрат по модулю умножить на е первое то есть в первом состоянии плюс бета квадрат по модулю е во втором е второе и плюс гамма квадрат по модулю е третье ну в общем то вот основные устные задачи ну конечно же есть более сложные задачи и мы сейчас постараемся их разобрать ну как бы самые основные из них поскольку но они требуют некого вот дополнительных комментариев поскольку связаны с реальным с явным видом волновых функций вот давайте вернемся к тому что у меня здесь записано здесь у меня записано основной вид ну точнее основное выражение для радиальной части волновой функции которое получается при решении уравнения шлютингера значит смотрите как у меня выглядят эти волновые функции они у меня при малых r ведут себя как r в степени l то есть они стремятся к нулю при всех l кроме l равного нулю при больших радиусах они ведут они экспоненциально спадают что совершенно логично а в средней части они представляют собой поленом значит вот мы можем написать да при этом поленом степени nr фактически вот этой вот величины разности n минус l минус единица это и есть радиальное квантовое число соответственно такие функции можно достаточно легко написать для малых значений n и l это сделано в задачнике и это сделано в учебнике то есть вы можете воспользоваться ими единственная тонкость обратите пожалуйста внимание что в задачнике там уже сделана нормировка с учетом вот с учетом ну фактически волновые функции записаны для безразмерной величины то есть не для r и поэтому у них есть несколько такой нетривиальный вид и вам надо будет просто аккуратно сравнить то что те функции которые есть в задачнике и в учебнике вид волновых функций очень полезно попытаться нарисовать значит в принципе предполагается что вы очень хорошо это знаете то есть это вопрос который легко может быть задан на экзамене который нужно хорошо понимать на тестировании и давайте мы сейчас попробуем зафиксировать может быть излишне таким детальным анализом этих функций но опыт показывает что лучше это сделать чем не сделать давайте попробуем нарисовать r n lt от r для разных состояний вот я сейчас нарисовала 4 графика они у меня будут соответствовать n равной единице n равное двойке n равной тройке и n равной четверке при этом первый столбец у меня будет соответствовать l равное нулю то есть это будут s состояния дальше я нарисую еще два столбца и это будет l равной единице и соответственно l равной двойке ну второй столбец я пока рисовать не буду давайте начнем с обсуждения того как у нас выглядит волновая функция для s состояния при n равном единице ну как мы говорили главное квантовое число это есть радиальное квантовое число плюс l плюс единица и радиальное квантовое число у нас отвечает за количество узлов функции то есть количество точек в которых функция обращается в ноль в нашем случае n равно единице l равно нулю поэтому n rt для первого графика это есть не что иное как ноль то есть у нашей волновой функции не будет точек пересечения с осью абсцисс значит здесь везде по оси абсцисс у меня отложено r поэтому график будет достаточно очевидно значит смотрите у нас есть r в нулевой степени здесь полином который при n равном единице просто будет равен единице константе и есть экспонента которое в нуле будет иметь какое-то конечное значение ну в общем то поэтому график нашей функции будет иметь какой-то вот такой вот вид то есть рисунок совершенно схематичный не рассчитывайте на точность что у нас будет происходить при n равном двойке у нас опять r в степени l будет равно единице потому что l равно нулю это тоже s состояние но теперь у нас изменилась n и следовательно nr здесь уже больше оно равно единице то есть у нас появляется одна точка пересечения с осью абсцисс следовательно зависимость которую мы будем рисовать иметь вот какой-то примерно такой вид на бесконечности у нас должна быть экспонента должно быть затухание ну вот как-то так посмотрим что у нас будет при n равном тройке опять r в степени l равно единице но у нас опять меняется nr и в данном случае это будет 3 минус 1 то есть уже 2 то есть мы получаем 2 узла 2 точки пересечения с осью картинка выглядит вот примерно таким образом ну и наконец для n равном 4 n rt в данном случае равно 3 и картинка поведение волновой функции будет выглядеть вот таким вот здесь она будет асимптотически приближаться к 0 у нас 3 точки пересечения с осью на самом деле это не совсем корректный рисунок по той простой причине что в реальности во-первых у нас ось сильно растягивается то есть с увеличением n у нас сильно изменяется положение максимум и мы это с вами увидим когда будем брать и искать средние значения и наиболее вероятные значения и кроме того положение вот этой точки она на самом деле находится на разных высотах то есть вы сможете это увидеть когда просто аккуратно сами посчитаете значение функции вот в нуле хорошо теперь рассмотрим следующий столбец рисунок графиков это l равно единице что мы будем иметь для этого столбца при л равном единице у нас всегда r мы получаем здесь r в степени 1 то есть просто r поэтому в нуле функция будет обращаться в ноль то есть при всех l отличных от нуля мы получаем что волновая функция в нуле обращается в ноль движемся дальше на асимптотике она естественно должна стремиться спадать как экспонент то же самое что было здесь что у нас изменяется по сравнению с предыдущим столбцом у нас за счет того что у нас есть орбитальный момент у нас n rt принимает другие значения давайте посмотрим чему оно оказывается равно при n равном 2 при n равном 2 l равно единице и мы вычитаем l и единицу мы получаем что n rt равно нулю по крайней мере вот для этой строки следовательно как ведет себя наша волновая функция при малых r она пропорциональна r узлов у нас нет и дальше идет падение экспоненциальное экспоненциальный спад значит вблизи нуля волновая функция пропорциональна r что будет происходить при n равном 3 н р будет равно единице следовательно у нас обязательно появляется узел при этом r в степени l по-прежнему просто и r то есть мы имеем ту же самую пропорциональную зависимость от r но волновая функция у нас пересекает ось абсцисс и мы имеем один узел и наконец при n равном 4 n rt равно 2 мы будем иметь два узла две точки пересечения с осью значит мои рисунки еще раз повторюсь совершенно схематичные и для того чтобы как следует разобраться с волновыми функциями я очень советую либо построить их самостоятельно вы тогда просто увидите все эти зависимости и влияние квантовых чисел либо воспользоваться сайтом значит повторюсь очередной раз что на сайте кафедры есть интерактивный материал позволяющий строить все это непосредственно на сайте и анализировать полученные результаты третий столбец или равное двойке значит здесь у нас не было ничего потому что мы понимаем что при n равном единице l принимает только значение 0 при n равном двойке l может принимать значение 0 и 1 при n равном тройке у нас получается l равное 2 n r в данном случае оказывается равно нулю когда у нас n равно 3 l равно 2 что мы видим ну вот я стерла вид функции но мы помним что у нас фактически там стоит множитель r в степени l теперь у нас l равно 2 поэтому у нас на самом деле вблизи нуля появляется парабола то есть зависимость получается r в квадрате и опять функция достигает максимум и плавно спадает следующее выражение следующий случай при n равном 4 n rt оказывается равно единице и мы имеем один узел таким образом мы получаем что наша волновая функция ведет себя вот таким вот образом опять здесь у нас r пропорционально r квадрат ну дальше можно для очистки совести нарисовать случай когда у нас l равно 3 n равно 4 и вы увидите что зависимость будет примерно такой же на самом деле это довольно такая универсальная вещь и вот эту схему можно продлить ну не до бесконечности конечно смысла нет но логика вида волновых функций того как они зависят от радиуса становится понятной то есть смотрите фактически ну за исключением s состояние мы все время вот так вот по диагонали будем получать сначала вот такие вот одиночные горбики потом у нас будут узлы одиночные узлы потом будут двойные узлы и так далее то есть я теперь понимая вот эту общую логику я могу глядя на картинку сразу делать вывод о том а какому состоянию соответствует эта волновая функция ну например у вас есть рисунок и вам сказано что волновая функция ведет себя следующим образом нарисованным что мы можем сказать про состояние мы понимаем что в этом случае nRT РТ равно нулю потому что у нас нет узлов при этом мы видим что вблизи нуля наша волновая функция ведет себя как r в третьей степени следовательно l равно тройке ну дальше рассчитать n это в общем дело техники то есть очевидно что это n равно 4 это как раз вот этот вот недостающий случай который я не нарисовала я могу усложнить задачу и скажем предложить нарисовать не только волновую функцию но плотность распределения вероятности это задача чуть менее сложная чуть более сложная по той простой причине что в сферических координатах не совсем очевидно а что такое плотность распределения вероятности вот формально говоря мне наверное нужно было еще немного рассказать о том как у нас выглядят угловые зависимости но давайте сейчас обсудим все вместе и так значит у нас полная волновая функция от r тета и фи она имеет вид r n l t от радиус вектора на сферическую функцию от тета фи давайте здесь тоже подпишем квантовые числа н л и м если я хочу увидеть как зависит от углов моя функция то я могу рассмотреть естественно для какого-то заданного n я могу рассмотреть поведение вот этой функции то есть сферической функции в зависимости от углов формально здесь я получаю угол тета и угол фи у меня будет стоять под знаком функции но поскольку вид сферических функций у нас там зависимости от азимутального угла только в виде мнимые экспоненты реально здесь будет появляться только зависимость от тета то есть будет какая-то функция от угла тета но вид этой функции будет зависеть от l и от m то есть от квантовых чисел значит этот вопрос очень подробно рассмотрен в учебнике и также увидеть вот такие вот распределения можно легко на сайте поэтому я советую вам это сделать самостоятельно я лишь скажу что например для состояния 1с или там 2с в общем нс мы получаем сферическое распределение у нас нет зависимости от углов и фактически у нас мы можем говорить об изотропии распределения а вот например состояние 2п ну это принято рисовать вот такой вот восьмерочкой то есть у нас есть анизотропное распределение и опять таки более точную картину можно увидеть в учебнике и на сайте если же нас интересует радиальное распределение то есть уже распределение вероятности от r то что мы должны сделать мы должны сказать что в небольшом диапазоне r вероятность это будет не что иное как интеграл от наши квадрата нашей волновой функции по пространству но при этом у нас получается что мы должны проинтегрировать не по всему пространству а по телесному углу потому что нас не интересует угловые зависимости нас интересует только r и мы получим еще что у нас появляется r d r поскольку это есть элемент объема пространственно соответственно в результате когда мы это сделаем с учетом нормировки нашей радиальной волновой функции мы получим что это есть не что иное как r n l t в квадрате от r умноженное на r квадрат d r и таким образом плотность распределения вероятности для радиальной функции это будет r квадрат r n l t в квадрате поэтому вот эти вот рисунки у нас естественно изменятся но самое главное мы не просто возведем в квадрат нашу волновую функцию когда будем расписывать плотность распределения вероятности а мы должны будем умножить ее дополнительно на вот этот множитель на r в квадрате и это приведет к тому что вид волновой функции станет другим значит смотрите у нас с состояния не обращались в ноль при r равном нулю потому что у нас волновой функции r n l t есть множитель r в степени l этот множитель в случае l равного нулю просто равен единице но когда мы все умножим на r в квадрате то мы получим что у нас появляется дополнительный ну как бы множитель модифицируется для плотности распределения вероятности и он становится равен r на r в степени r квадрат на r в степени 2 l то есть даже для s состояний для которых мы раньше не видели никакой зависимости от вот такого рода теперь она появляется за счет вот этого r квадрата поэтому теперь плотность распределения вероятности для всех состояний без исключения она будет обращаться в ноль в точке r равной нуля ну и соответственно картина сильно изменится и я хотела бы чтобы вы самостоятельно к следующему семинару постарались разобраться как будут выглядеть эти распределения и нарисовали их хорошо ну вот после того как мы разобрали внешний вид волновых функций давайте попробуем сделать какие-то простые оценки значит в вашем задачнике есть ряд заданий когда вам нужно рассчитать стандартные уже величины с помощью которых мы описываем квантомеханическую систему то есть среднее значение координаты дисперсию координаты среднее значение импульса дисперсию импульса ну и соответственно там например среднюю кинетическую энергию среднюю потенциальную энергию для атома водорода есть определенные тонкости и давайте сейчас попробуем увидеть как нам действовать я разберу простейший случай я сейчас возьму волновую функцию 1s состояние значит та функция которую я запишу она уже сразу является ну как бы полной волновой функции то есть она не только радиальная хотя в общем то это не критично естественно рассчитывать интеграл можно используя только радиальную часть функции ну просто надо учесть чтобы у вас была правильная нормировка и так волновая функция основного состояния атома водорода или водорода подобного иона записывается имеет вот следующий вид значит множитель нормировочный корень из z в 3 деленное на а в 3 экспонента в степени минус z r деленное на а нулевое значит я хочу найти среднее значение r координаты r вот в состоянии 1s что я для этого должна сделать ну все то же самое что и раньше значит значит мне нужно взять вот такой интеграл только теперь это уже будет интеграл по пространству d r в 3 и у меня возникает у меня возникает угловая часть этого интеграла я должна буду записать свою волновую функцию как минус r умножить на квадрат волновой функции фактически это будет 2 z квадрат 2 z r деленное на нулевое прошу прощения и вот пространство угловая часть которая у нас на самом деле отсутствует нашей волновой функции поэтому интеграл по углам нам даст просто 4p и останется только интеграл по r который имеет достаточно простой вид r в 3 экспонента в степени минус 2 z r на а нулевое d r здесь логично сделать замену переменной значит ну например вместо r мы будем использовать переменную кси которая равна 2 z z r деленное на а нулевое так чтобы не ошибиться я выражу r через кси значит это будет а нулевое кси деленное на 2 z и подставлю значит что у меня получится ну понятно что в экспоненте у меня будет просто минус кси показатель а здесь у меня получится следующее кроме того у меня здесь сокращается пи значит значит у меня будет 4 z в 3 деленное на а 0 в кубе далее у меня будет r в 3 то есть у меня появится а 0 в кубе деленное на 8 z в кубе и наконец у меня еще появляется такой же множитель а 0 деленное на 2 z за счет дифференциала а под знаком интеграла я получаю простую выражение кси в степени 3 экспонента в степени минус кси д кси ну и соответственно интеграл от нуля до бесконечности так ну в принципе конечно можно было бы сделать все это не выносить лишнее но раз уж я так сделала оставим как есть значит что остается множитель перед интегралом остается а 0 на 4 z а интеграл такого вида он на самом деле очень простой то есть интеграл вида кси в n степени экспонента минус кси д кси от нуля до бесконечности это есть просто кси факториал ой конечно не кси а n факториал извините пожалуйста тогда здесь у нас n равно 3 и это есть не что иное как 3 факториал а сейчас я нигде здесь не ошиблась коэффициентом нет все правильно значит а нулевое умножить на 3 деленное на 2 z вот такое среднее значение для радиуса среднего радиуса я получаю в состоянии 1с то есть в основном состоянии атома водорода ну величина несколько странная поэтому давайте попробуем для нашего случая найти также наиболее вероятное положение наиболее вероятное значение r наиболее вероятное значение r принято обозначать r со звездочкой вот в рамках этих задач и оно есть значение значение r при котором плотность распределения вероятности приобретает максимальное значение то есть ему соответствует p от r максимальное что такое p от r мы уже только что обсуждали p от r в сферической системе координат это есть r квадрат на квадрат радиальной части волновой функции и в нашем случае это просто вот ну просто квадрат нашей волновой функции по модулю теперь мы просто подставляем наше выражение для плотности распределения вероятности ищем производную p от r и приравниваем ее к нулю значит константа нас не интересует поэтому нам достаточно просто возвести в квадрат нашу волновую функцию умножить ее на r в квадрат и продифференцировать по r r квадрат экспонента в степени минус 2r на а нулевое производная этой функции это есть 2r на экспоненту минус минус так здесь z конечно нужно не забыть минус 2z деленное на а нулевое умножить на r квадрат и на экспоненту в результате мы можем вынести r умноженное на экспоненту нашей степени ну показатель не меняется поэтому так и оставляем его и еще двойку можем вынести а в скобках остается единица минус минус z на а нулевое на r приравнивая к нулю это выражение мы получаем что r со звездочкой это есть не что иное как а нулевое деленное на z мы получили этот результат для основного состояния атома водорода и если помните в модели Бора у нас радиус n-ой орбиты значит ну давайте я как-то стиль до обозначу был равен n с тильдой в квадрате на z на а нулевое то есть мы получаем что наиболее вероятное положение электрона в атоме водорода соответствует радиусу его орбиты в модели Бора то есть мы получаем очень хорошее соответствие с тем что было предсказано моделью Бора и вот когда вы будете рисовать плотность распределения вероятности вот вы должны будете увидеть что на самом деле у вас наиболее вероятное значение то есть максимум плотности распределения вероятности будет достигаться вот при таких значениях r ну а соответственно если мы будем говорить не об основном состоянии атома водорода а о возбужденном состоянии атома водорода то оказывается что можно получить результат очень похожий на то что нам дает модель Бора то есть для произвольного n можно будет получить что r с которому соответствует максимальное значение вероятности будет равно n квадрат на а нулевое то есть с ростом n у нас будет сильно возрастать удаление электрона от ядра на этом сегодняшний семинар закончен спасибо большое